Новости на телеканале Хабар 24. В студии работает Сергей Гергель. Здравствуйте. Браконьеров, уничтоживших сайгаков на 700 миллионов тенге, задержали в западно-казахстанской области. В регионе орудовали две преступные группы, которые с сентября прошлого года по мае текущего занимались незаконной охотой. К уголовной ответственности привлекли 11 человек. В ходе следствия у них изъяли свыше 700 рогов сайги, 9 единиц оружия, 7 машин высокой проходимости, 2 снегохода, 2 мотоцикла и средства ночного видения. Расследование дела ведут по нескольким статьям. Автобус с пассажирами вылетел в кювет после столкновения с легковым автомобилем в Карагандинской области. Сообщается об одной пострадавшей. Женщину 65 лет доставили в больницу города Шахтинска. Всего в момент аварии в салоне находились 40 человек. Как отмечают очевидцы, причиной ДТП могли стать плохие погодные условия. Назначены соответствующие экспертизы. По их итогам будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе регионального департамента полиции. Три республиканские трассы в Актюбинской области станут платными. Сейчас этот вопрос обсуждают на общественных слушаниях. Важно отметить, что в случае одобрения новшества плату за проезд по республиканским трассам будут взымать только с коммерческого грузового транспорта. Владельцы легковых автомобилей смогут пользоваться дорогами бесплатно. Это трасса Актюбе-Уральск. Помимо двух областных центров, она связывает еще более 20 сельских населенных пунктов в Западноказахстанской и Актюбинской областях. Поэтому интенсивность движения здесь всегда большая. Кроме того, нередко эту дорогу выбирают те, кто направляется в Актюбе-Атырау. Поскольку качество дороже, замопокрытие на трассе Актюбе-Атырау все еще оставляет желать лучшего. В ближайшее время это транспортные артерии, а также республиканские трассы Актюбе-Оренбург и Актюбе-Карабутак-Иргиз до границы с Казалардинской областью станут платными. Сейчас этот вопрос обсуждают с жителями регионов. Впрочем, водители говорят, что готовы платить, но только за качественные дороги. По их словам, трассы по некоторым направлениям не выдерживают никакой критики. На данный момент, если взять от Жейсана до Актюбе, качество дороги нормальное, за нее можно платить. Но если взять в других направлениях, в сторону Уральска или в сторону Карабутака, то там, честно говоря, скажем, не ась дороги вообще. Если ее отремонтируют, сделают только плюс, нам-то что заплатили, едешь хорошо, а так вот получается, видите, что получается ремонтироваться в дороге. Качество, конечно, плоховатое. Я считаю, весь Казахстан проездил. Где-то есть лучше, где-то хуже. Если брать правильно Шимкент-Алмата, да, там вопросов никаких нет. Там можно сделать платную дорогу. А здесь смысл ее делать, потому что, ну, дороги, как говорится, нет. А если взять уже от Актюбе до Карабутака или дальше до Иргизы, ну, там вообще как бы невозможно ехать. Все поступившие замечания в ходе общественных слушаний направили в профильное министерство. А пока на трех дорогах, которые планируют сделать платными, в тестовом режиме установили 9 арок контроля, центры работы с клиентами и терминалы для оплаты за проезд. В целом в регионе платными будут почти 800 километров дорог. Преимущество данных арок в открытой системе, без шлагбаумов, соответственно, все машины будут проезжать без препятствий каких-либо. И заторов, соответственно, не будет на дороге. Она будет прикрепляться к госномерному знаку транспорта, где каждый водитель должен заранее на своем счету иметь определенные средства. И оттуда будут деньги сниматься. Проезд будет платным только для водителей грузового транспорта. Сколько придется платить, пока неизвестно. Между тем, собранные средства, заявляют специалисты, позволят обеспечить самофинансирование дорог и содержать собственную сервисную службу. А это даст возможность своевременно проводить ремонт трасс, приобрести дополнительную снегоуборочную технику и даже оказывать помощь водителям в случае поломок на дороге. Наталья Салькова, Энадин Болдобеков, Актубе, Хабар-24. И к событиям в мире. В Португалии, где из-за стремительного распространения коронавируса продлен режим ЧП, запрещено передвигаться между населенными пунктами. На дорогу дежурят полицейские. Они проверяют наличие спецразрешения на проезд у автомобилистов. Только за сутки в стране выявили около 5,5 тысяч новых случаев заражения. Власти вводят дополнительные ограничения. Так, до понедельника. По понедельникам, вернее, не будут работать школы и некоторые предприятия. Консультативный комитет Бельгии продлил жесткий карантин и комендантский час в стране до 15 января. Единственное послабление – открытие с 1 декабря непродовольственных магазинов с соблюдением жестких мер санитарной безопасности. Заходить в них можно только по одному, в маске и всего на полчаса. По-прежнему закрыты рестораны, бары, парикмахерские, а также культурные и спортивные учреждения. Удаленный режим работы продлен для всех предприятий и компаний. Запрещены все частные вечеринки. Каждая семья имеет право пригласить в гости не более одного человека, а одинокие люди – не более двух. Полиция будет контролировать соблюдение всех этих мер. Нарушителям грозят серьезные штрафы. Ежедневно в Бельгии выявляют порядка 3,5 тысяч новых случаев. В сутки от коронавируса погибают около 170 человек. Даже если ситуация сегодня менее драматичная, чем 4 недели назад, но положение все еще остается очень сложным. Вирус еще сильно циркулирует, и больницы пока переполнены. Консультативный комитет правительства Бельгии решил открыть непродовольственные магазины с 1 декабря, при условии соблюдения ответственности и безопасности. Нынешнее Рождество и Новый год не будут похожи на обычные. Мы будем отмечать их дома в меньшинстве, но не в одиночестве. Поэтому 24 и 25 декабря одинокие люди смогут пригласить в свой дом не более двух человек. В Гонконге за минувшие сутки выявили 92 новых случая заражения. Это самый высокий показатель с начала августа. При этом все чаще случаи инфицирования связаны с ночными клубами, из-за чего местные власти приняли решение закрыть все увеселительные заведения. Однако пока на неделю. Дополнительные больничные койки развернули на базе крупного выставочного центра. Отмечу, всего с начала пандемии в Гонконге зарегистрировали чуть больше 6 тысяч больных коронавирусом. 108 не справились с ковидом. Это очень тревожная ситуация. Один человек может заразить двух других. Они, в свою очередь, по обедам с друзьями или родственниками, продолжают цепочку. Это приведет к резкому увеличению количества заболевших. Поэтому мы призываем жителей к осторожности. В Китае принимают более строгие меры в отношении импортной замороженной продукции. Теперь причиной заражения коронавирусом признали и пустые контейнеры. Именно так произошло в Шанхае и Синьцзяне. Власти КНР готовятся к зимней вспышке COVID-19. Из Пекина репортаж Бутагас Сыргабаевой. Родители получают сообщения от администрации школ и детских садов. Их просят предоставить данные в случае работы в компаниях, которые занимаются импортными товарами и контейнерными перевозками. Это связано с новой находкой местных эпидемиологов. Заразиться можно не только через упаковку замороженной продукции, но и через контейнеры. Специалисты утверждают, что во всем виновата холодная погода. Она помогает вирусу выжить. Заражение респираторной инфекцией для нас сводится к рукопожатию между больным и здоровым человеком. Либо при прикосновении к одним и тем же поручням. Однако сейчас передача вируса может произойти через контакт с холодильной цепью, включая зараженные пустые контейнеры, с которыми связаны новые случаи COVID-19 в Шанхае. В Пекине решили подстраховаться. Все поступающие из-за рубежа посылки теперь обрабатывают дважды. Первый раз в аэропорту, второй раз в сортировочном центре. Раствор безопасен для упаковки, но губителен для вируса, утверждают работники центра. Проверяют на вирус, дезинфицируют и упаковку пищевой продукции. А для работников, которые заняты в этой сфере, будут регулярно устраивать тестирование на COVID-19. Они должны носить рабочую одежду, одноразовые медицинские маски и перчатки, при необходимости надевать защитные очки и пластиковый экран. В течение всего процесса перевозки необходимо защищать свою кожу от соприкосновения с поверхностью замороженной продукции. После завершения работы следует сразу помыть руки. До этого запрещается прикасаться к лицу. Также следует усилить регулярные тестирования на COVID-19 для таких работников. Специалисты предупреждают, риск заражения увеличится этой зимой. И новые случаи, связанные в том числе с замороженной импортной продукцией, могут возникать в различных регионах. В то же время власти гарантируют безопасность передвижения по стране. Эпидемиологическую ситуацию в Поднебесной ждет испытание в виде китайского Нового года. Еще свежи здесь печальные воспоминания о начале эпидемии, которая совпала с этим праздником. Авиакомпания Люфтганза готова доставлять вакцины от коронавируса по всему миру. Об этом заявили представители авиаперевозчика. В течение нескольких месяцев они вели переговоры с фармкомпаниями, обсуждая условия. Так, препарат одного из немецких производителей должен храниться при температуре минус 70 градусов по Цельсию. Сотрудники Люфтганзы заверяют, что их складские помещения соответствуют этим требованиям. Мы можем сразу приступить к работе. Если вакцину нужно будет доставить завтра, мы можем вылететь в тот же день или послезавтра. Мы хорошо подготовились, поэтому не думаю, что возникнут проблемы. И возвращаемся к событиям в нашей стране. 30 добрых дел. В столице дали старт благотворительным акциям, где каждый может сделать благое дело для города и его жителей. Волонтеры уже помогли по хозяйству многим семьям. Доставили уголь, нарубили дров, помогли с ремонтом. О добрых делах и тех, кто не отказывает в помощь, расскажет Асему Тешо. Столичные волонтеры снова в деле. Нынешний год, объявленный в их честь, прошел насыщенно, учитывая то, как важна была их помощь населению в период жесткого карантина. Но расслабляться рано. Впереди значимый год. 30 лет независимости Казахстана. И вот новые идеи. 30 добрых дел к юбилейной дате. Сегодня свою акцию ребята начали с бесплатной раздачи медицинских масок жителям столицы. Конечно, мы не ограничимся этой акцией. Мы намерены оказывать помощь нуждающимся постоянно. По городу Нур-Султан свыше двух с половиной тысяч волонтеров. Впереди нас ждет знаменательная дата. И мы хотим начать год с положительных примеров. Другие волонтеры решили помогать продуктами малообеспеченным и многодетным семьям. Один из таких наборов получила Гульзера Аширбаева. В такое непростое время очень важно, когда люди помогают друг другу. Мы, как и многие многодетные семьи, оказались в затруднительном финансовом положении. Хочу выразить большую благодарность ребятам за их добрые дела. В планах у добровольцев сбор макулатуры, субботники, обучение детей английскому языку, покупка корма для приюта животных, раздача еды бездомным, донорство, строительство горок и много других добрых дел. Асим Утешима, Марат Диханбаев, Асхат Каракойшиев, Хабар 24. Современная амазонка живет в городе Жанаозене. Саним Мурат ездит верхом на лошадь и при этом метко стреляет из лука. Недавно она открыла школу лучников и развивает казахский национальный вид спорта «Садакату». Особенностями работы с ментальным оружием девушка делится со своими учениками. Тамара Степанова подробнее. Одну неделю на вахте, другую в спортивной школе. Такой график у нефтяницы Саним Мурат. Шесть лет назад девушку заинтересовала стрельба из лука. С тех пор красавица решила стать лучницей и все свободное время посвящала необычному спорту. За короткое время, овладев опасным и древним оружием, она открыла свою школу. Приспособления для стрельбы, луки, стрелы, а также всю амуницию в основном она заказывает в Турции. Современные луки сильно отличаются от своих старинных аналогов, но сам принцип их работы остается актуальным. И в наше время стрельба из лука – это целое искусство. Натянуть тетиву непросто, требуется приличная сила, задействовано все тело. Нужно тренироваться по несколько часов в день, чтобы добиться попадания в яблочко. Цель саним – развивать национальный вид спорта «Садакату» и вырастить чемпиона из Мангестау. Сейчас в школе лучников больше 50 учеников. Возраст разный, как и виды луков, из которых учат стрелять. В дальности, точности и скорострельности важны любые нюансы, даже оперение на стрелах. Правильно распределив вес ног, начинающий лучник учится стойке. Важно, чтобы локоть был на уровне глаз. Чем сложнее оттягивать тетиву, тем дальше прицельность лука. Интересно, что профессиональный лучник, сидя верхом на коне, может попасть в 4 мишени за 16 секунд. Прошло 3 месяца с тех пор, как 12-летний Алихан начал заниматься стрельбой из лука. За короткое время он показал хорошие результаты и занял призовые места на городских и областных соревнованиях. Хочу в будущем быть чемпионом. Для меня пример казахские батыры Таймас, Сартай, Алпамыс. Они защищали нашу землю и воевали за нас. Я стал намного сильнее, когда стал заниматься спортом. Искусство стрельбы из лука научило меня быть внимательным, настойчивым, сосредоточенным и терпеливым. Два дня в неделю Саним Мурат и ее ученики проводят в спортзале. Один день тренируются на ипподроме. В планах лучницы открыть аналогичную школу в соседнем селе Житебай. Тамара Степанова, Саламат Бекбаев, Монгосталовская область, Хабар, 24. В Палате лордов Британского парламента по случаю празднования 175-летия великого казахского поэта и философа Абая Кунанбаева обсудили его наследие. Участники онлайн-стречи подчеркнули, что роль Абая в качестве моста между культурами Запада и Востока остается актуальной и по сей день. В мероприятии приняли участие депутаты Палаты общин Британского парламента, а также государственный министр по вопросам цифровизации, культуры, СМИ и спорта Великобритании Джон Уиттингдейл. От Казахстана выступили министр культуры и спорта Актоты Раимкулова и посол Великобритании Ерлан Идрисов. Член Палаты лордов и президент организации «Друзья Евразии» в консервативной партии лорд Питер Лилли отметил, что Абая, как и Шекспир, яркий представитель эпохи, а их произведения не требуют актуальности. Я получил удовольствие от ознакомления работ Абая. Новый подстрочный перевод его произведений с казахского на английский меня очень впечатлили. Я поздравляю переводчиков с этим успехом. Я был поражен одним из стихотворений, в котором есть такие слова. Как можно сказать, что человека нет в живых, если оставил неизгладимый за собой след? Мне кажется, эти слова уместны и в адрес самого Абая. Одна из самых главных целей проведения 175-летнего юбилея великого поэта в международном масштабе – популяризация творчества Абая во всем мире. В связи с этим его стихи и слова на Зидане были переведены на 10 языков, то есть на французский, английский, арабский, испанский, китайский, японский, немецкий, итальянский, турецкий, русский. Планируется их распространение в тех же странах. Встреча также дала возможность обсудить тему углубления не только культурных, но и коммерческих связей между двумя странами. Государственный министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Пол Скалли подчеркнул, что Казахстан остается важным торговым партнером Соединенного Королевства и указал на поступательное углубление взаимодействия двух стран в торгово-инвестиционной области. До финала Детского Евровидения остался один день. Завтра станет известно имя лучшего исполнителя. Казахстан представляет 12-летняя Каракат Башанова из Алматинской области. Пандемия откорректировала правила проведения международного конкурса. Все участники будут выступать, следить за голосованием и в итоге услышат имя победителя, находясь в своих странах. Сегодня состоялась генеральная репетиция. За кулисами конкурса побывала наша съемочная группа. Из этой студии участница от Казахстана Каракат Башанова будет наблюдать за ходом голосования. Финал Детского Евровидения состоится в онлайн-формате. В этом году из-за пандемии COVID-19 все участники остались в своих странах. У нас генеральная репетиция, у нас трансляция с Европой. Ну, я волнуюсь, конечно, есть волнение. Даже когда уже приближается гранд-финал, волнений, конечно, очень много. Но буду стараться и делать все возможное, чтобы показать Казахстан на высшем уровне. Каракат исполнит на конкурсе песню «Форевер». 12-летняя исполнительница посвятила ее умершему отцу. Композицию написал Хамид Шангалиев, который в прошлом году работал с Ержаном Максимом. Организаторы в Казахстане призывают не повторять ошибок прошлого года и поддержать участницу. Буквально вчера в полночь открылось голосование, которое продлится до завтрашнего дня, до начала концерта. И затем можно будет еще раз проголосовать уже во время, после концерта, после выступления еще 15 минут. И вот хотелось бы призвать всех казахстанцев, чтобы каждый отдал свой голос, уделил буквально 2-3 минуты. Потому что мы помним в прошлом году, когда Ержану Максиму не хватило буквально немного, чтобы занять, быть первым. Голосование проходит в эти минуты на официальном сайте Детского Евровидения. Отдать свой голос можно после просмотра трехминутной видеонарезки с выступлениями всех участников. Отметить необходимо трех конкурсантов. Уже завтра в 22.00 на телеканале Хабар стартует прямой эфир из Польши с трансляцией участников из 12 стран. Следующей ночью станет известно имя победителя международного конкурса Junior Eurovision. Отчет пошел на часы. И на этом все. Следите за развитием событий вместе с нами на телеканале Хабар 24. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин